Кто не мечтал однажды побыть первоклассным детективом, который распутывает самые загадочные преступления? Ну, может, никто особо об этом и не мечтал, но вот я мечтал. И сегодня я одену на себя пальто ануарного детектива в новой игре Shadows of Doubt, где мрачный город, угрюмые жители и зверские преступления генерируются случайным образом. Берегись преступность, сегодня все твои коварные замыслы будут нарушены детективом Юджином. Всем хай, с вами детектив Евгений. Ну, нет смысла представляться, вы знаете, гроза преступности, человек закон, человек порядок. И сегодня мы будем наводить порядок в игре Shadows of Doubt. Такая игра, о чем я говорю, это настоящая реальность, та самая отвратительная, уродливая, от которой хочется спрятаться. Но я не из таких людей. Более того, я сейчас сгенерирую собственную реальность, которая будет называться Scream, Kill, Pain, Suffering, Bad Mood, Douchebag, Psycho, Drug, Gangster, Monster, Loneliness. У нас вообще все плохо. Murder, Prison, Despair, Town. Вот название города, такое оно было. Что есть, то есть. Имя игрока, меня зовут Мистер И. Как будто Мистери. Вот такая вот игра слов. Я мужчина, мой цвет вот такой. Сложность игры нормальная. Ну что ж, преступность, берегись, ибо я загружаю мир. Так, стоп, если я сгенерировал этот город, то и сгенерировал все преступления там. Делает ли меня это виновником всех этих? Какой правде я не готов. 6 часов вечера, понедельник, январь, второе число. Weekfall House. И вот мы в своей квартире. Она довольно-таки парашненькая и пёстренькая. Окей, здесь мы видим карту. Скажу честно, я не обучался этой игре, я захожу в неё впервые. Я ничего не знаю, что нужно делать. Я только знаю, что здесь целый город сгенерирован. Тут есть жители, у них есть свои дела, свои какие-то истории. И иногда будут происходить преступления, которые мы будем раскрывать. А возможно, и которые мы будем сами устраивать. Ну, я не знаю. Как пойдёт, ведь это жизнь. В холодильнике, как всегда, мышь повесила что-то мыло. Синтетическая курица. Мы, конечно же, сначала приняли душ. И при этом размышляли о новом загадочном преступлении. О загадочном оно было потому, что оно ещё даже не произошло. Произошло, но мне уже было очень любопытно. Думаю, можно идти. Итак, нам нужно не забыть, где мы живём. Это 201 Wickfall House. Ладно, давай сначала поздороваемся с соседом. Заперто. Кто-то идёт к двери. Ладно, открываю дверь. Привет, сосед. Как твои дела? Я надеюсь, что всё хорошо. Но я пройду. Спасибо. Оу. Он преследует меня за незаконное проникновение. Ну, погоди. Это я решаю, что законно здесь, что нет. Так, он закрывает дверь и преследует меня. Воу, воу, воу. Он хочет меня ударить. Настоящий психопат. Ладно, извини, что я вошёл. Извини. Новое дело об убийстве, которое сейчас произойдёт со мной, видимо. Пожалуйста, прости меня и всё. Так же гораздо проще, чем таить обиду. Ладно. Ты допросился сам, Бобби? Или как тебя зовут? Всё. Вот и убийство произошло. Так, ты жив? Изучить. Итак, имя неизвестно. Фото 2А. Голосовой ID неизвестен. Напечаток пальца. Мы не знаем этого человека вообще, кто это. Но он мне не нравится. Он очень подозрительный и очень агрессивный. Посмотрите, как много здесь всяких опций, где мы можем добавлять связи для каждого человека. Кто с кем как связан. Итак, обыскать. По-моему, я не этим должен был заняться. Ладно. Кажется, он мёртв. Но нехорошо, если усопший остался безымянным. Надо узнать, кто это. Так, вот здесь от руки написаны различные имена. Есть Виктория, но на неё ничего нету, на Викторию. Мы не знаем, какие у неё глаза. И самое главное, какое телосложение у неё. Что ж, Виктория, возможно, это наша судьба. Нам надо закрепить Викторию. Она живёт в Гордон Билдинг. Квартира 303. Ну что ж, мы должны проложить маршрут к ней. Ты встал. А, ты встал. Спать. Какой он уворотливый. А. А. Не трогай. Оп. На что я пялюсь? Это на твоё дохлое тело. Вот на что я пялюсь. Давай я снова обыщу тебя. Хорошо, я никак пока не могу узнать, как его зовут. О, так вот зачем я компом сидел. Эта история приключилась со мной в один мрачный дождливый день. Я сидел за своим рабочим компьютером и пытался распутать, возможно, самое сложное дело в своей жизни. На первый взгляд, на моём экране было аниме. Но это было очень реалистичное аниме о сражениях военной техники на земле, воде и воздухе. Я не мог оставить это дело нерешённым, поэтому начал копать глубже. И вдруг я заметил, что это было интерактивное аниме, где можно было прокачивать и кастомизировать практически всю технику. И вот передо мной взмыл воздух анимешный японский боевой вертолёт H1S Кисаразу. А также мой намётанный глаз любителя аниме тут же заметил подушки Дакимакуры для нежных обнимашек прямо во время битв. Что здесь происходит, подумал я. Это не может быть простым аниме. Я полез в архивы сообщества и нашёл прекрасные скины для боевой техники, декали и декораторы в стиле аниме с роскошными тян. Вдруг меня осенило. Всё это время передо мной была бесплатная многопользовательская игра о противостоянии наземной, воздушной и морской технике с потрясающими реалистичными сражениями, атмосферными локациями, охватывающими весь мир от Африки до Аляски. Современная графика и продвинутая физика. И называется эта игра War Thunder. И стоило мне раскрыть это дело, как тут же на меня свалилось новое. Я увидел жертву и осмотрел место преступления. Для начала нужно было определить национальность подозреваемого. Я стал рассуждать. В War Thunder представлено 10 наций. СССР, США, Германия, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Италия, Швеция и Израиль. Круг сузился. Так я смог наконец подобраться поближе к убийце. Но это было моей ошибкой. Ведь он был не один. Против меня была целая команда. Это открыло мне глаза. Как же я ограниченно мыслил. В моем деле невозможно победить одному. Я заглянул вниз и нашел там ссылку, по которой каждый может бесплатно скачать War Thunder себе на ПК, Xbox или PlayStation. И играть вместе со мной. Качайте War Thunder, друзья, прямо сейчас по моей ссылке. И вы также получите в подарок свою няшную дикамакуру. Плюс массу других бонусов. Ой, воу, наш друг уже встал. Ну ладно, он в другой комнате. Мы ему не мешаем. Он нам не мешает. Нам нужно спокойно выяснить, кто этот человек. И почему он на нас напал. Итак, смотрим. Запомни свой пароль. Изучить. 7-1-3-0. Хорошо. Это, видимо, пароль от сейфа. Сейчас мы узнаем, что ты прячешь. 7-1-3-0. Так, что это? Кубок. Я всегда мечтал выиграть кубок. Вам нужно что-то выбросить. У меня заполнен инвентарь. Но что это? Изучить. Это флакон. Отнесите флакон в местную синхроклинику, чтобы улучшить один из установленных синхродисков. Это очень важно. Я хотел бы это увеличить. Что это? Отмычка. Забрать. Опа, я скушал синт-курицу. И теперь со мной что-то не так. У-у-у-у-у-у. Какая странная курица. Из чего ее делают? Ладно, продолжаем наше расследование. Мне нравится, что человек продолжает стоять там в комнате, а я продолжаю рыться в его доме. Давайте-ка посидим по гаммаму еще чуть-чуть. Итак, выбрать пользователя. С. Ри. С. Ри. То бишь, его зовут. Мистер С. Ри. Итак, профиль. С. О. Джан Ри. Все, наконец-таки мы узнали. Его зовут С. О. Джан Ри. Или просто С. Ри. Пароль, фамилия. Все известно. Даже телефон мы теперь его знаем. Отлично. Теперь мы наконец-таки знакомы. Почитаем его переписку. Незаконное проникновение продолжается. Стильные цитаты. Он из тех, кто на паблике пацанские подписан. Ой, до победителя сперва побежал. А, какая-то чушь. Я хочу что-нибудь незаконное увидеть. Нужна твоя помощь. Меня ограбили за границей. И теперь я не могу вернуться домой. У меня нет документов. Я ужас... Ах, нет документов. Давайте-ка распечатаем эту информацию. Я должен закрепить это. Долго ли меня будет так плющить от этой курицы? Тут ничего нету. У него вообще нету денег. Нет, деньги у него, оказывается, есть. Это хорошо. Что это? Это что? Оружие. Коробка с патронами 12-го калибра. В инвентаре жучок и щейка. Небольшое вроде устройство, с помощью которого можно отслеживать передвижение гражданина на карте. Отлично. Сри, ты где? О! Напугал меня. Вот он, Сри. Ладно, давайте закроем дверь. Я бы хотел поставить жучок-ящейку на тебя, чтобы всегда знать, что происходит, что делает этот незаконный гражданин. Он даже и не гражданин. Мы много что о нем узнали, это очень хорошо. А, единственное, что мы еще не знаем о нем, это мы не воспользовались сканером отпечатков. Давайте изучим. А, нет, это сканер отпечатков здесь. Ладно, сейчас. Почему мы не можем взять отпечатки у него? Как это сделать? Нет, не надо. Сри, прошу тебя. Так, он вышел сам из своей квартиры и запер меня там. Но ничего, ведь я установил жучок, я всегда буду знать, где Сри находится. А вот сейчас он идет сюда. Привет. Сюрприз. Он хотел вызвать полицию, я не мог этого допустить. Ладно, надо отсюда по-тихому свалить. Как-то я внезапно выпал. Ладно, хорошо. Нас все еще мутит из-за курицы. Чертовы мясоеды, как вы едите такую пищу? А теперь мы в открытом городе. И нам нужно найти Викторию. Это может быть наша судьба, напоминаю. И я не успокоюсь, пока не составлю ее портрет полностью. Девушки любят, когда составляют их портреты. Вспомните фильм Титаник? Так, что это такое? Надо купить, покушать. Купим кофе и пончик. Сначала выпьем кофе. Все равно дрожу. Потому что здесь сырый, мрачный и грязный. Как? Я ненавижу этот город. Самая настоящая помойка. Что это? Это дом Виктории. Третий этаж нам нужен. Здравствуйте, здравствуйте. Мы прямо пришли к ее квартире. 301 Гордон Билдинг. Виктория, здравствуй. Постучать. Погодите, я же люблю делать сюрпризы. Давайте взломаем ее замок. Ну что ж, можно открывать дверь. Надеюсь, она спит. Ее нет дома. Она, видимо, работать ушла в ночь. Давайте включим свет. И подумаем, где можно спрятаться, чтобы как следует ее удивить. Может быть, в шкаф. Идеально. Я думаю, Виктория не будет против, если я приму душ. Вот так вот, представляете? В вашей квартире некто стоит в темноте и принимает душ. Где здесь свет-то можно включить? А, вот. Воу, воу, воу. Тут надо лампочку починить. В этом доме нет мужчины, я вам так скажу. Надо коробочку поставить, встать и починить. Или выкрутить ее нахрен. Вот, лампочку выкрутили. А вот эту вкрутим. Крутили. Вот. Виктория будет довольна. Так, дайте посмотрим. Мне нужно немножечко медикаментов. Это что такое? Это распокаин. Это антихоли... Это я не умею читать. Антихолинергик. Используется для лечения сраки. Наверное. Ну, я не знаю, как еще расшифровывать эту аббревиатуру. Поэтому давайте-ка примем. Вылечим свое срака. Давайте принять еще одну. А не менее. Ой, это перебор. Хорошо. Таким обратно. Это что? Блакон ароматных духов. Я как раз-таки сегодня пахну отвратительно. Значит, давайте духи попшик им на себя. Ой, хорошо. Ладненько, давайте изучим побольше о Виктории. Кто она, что она любит. Любит ли она, когда в ее дом вламываются внезапно, сюрприз устраивая. Вот, тут немножечко денежек. О, хорошо, у нас теперь есть оружие. О, записка. Рабочий график. Кортни Прескотт. Кто это такая, понятия не имею. Обслуживающий персонал. Связи. Некоторые связи автоматически добавляются в мой ежедневник. Когда же наша с Викторией связь добавится туда? Это что такое? Отмычки. Какие-то колбы. Что? О, у нее тут лаборатория маленькая своя. О, духовка. Давайте поставим чайник. Подготовим чаю. Так, господи. Немножечко еще мелочи. Я думаю, она будет не против. Что это? Предмет индивидуального пользования, состоящий из ручки с зубчиками. Никогда я видел, чтобы так долго описывали расческу. О, Кортни, запомни, наконец, свой пароль. Пароль, год твоего рождения. Погодите, почему мы говорим про Кортни, когда у нас Виктория, Которая живет по адресу 303 Гордон Билдинг. А мы в какой квартире? 301. Главное, что никаких следов, то, что я там был, не было. Кортни мне пришла. Ой, я все-таки не выключил чайник. Все в порядке, мэм. Ладно, не буду вам мешать. Все-таки это как-то некрасиво, вламываться так в чужие. Вот, то, что я искал. Ладно. Итак, открыть, заперто. Сломать, значит. Кто? Я. Опа, Виктории здесь нету. Отлично. Когда я устрою, наконец-таки есть сюрприз. Виктория Лонга ее зовут. Хорошо, у нас теперь есть ее рабочий график. Так, мы это знаем. А, может быть, теперь нам нужно убрать это. Взять вот сюда и создать новую, да. Вот, Виктория Лонга. Вот еще какая-то записка. SR, запомни, наконец, свой пароль. SR, кто это? Год твоего рождения. Запомни и сразу же порви. SR. Погодите, Виктория Лонга? Это кто-то другой. Как понять, кто владелец этой квартиры? Конечно же, отпечатки. Вижу отпечаток. Изучить. Тип А принадлежит неизвестно кому. Еще одни отпечатки. Тип Б, это кто-то другой. Кто есть у нее? У моей женщины. А кто держал игральные кубики? Тоже Б. Тип А и Б. Короче, они здесь сидели на диване оба. На ручке двери есть тип Б. Тапочки. Вот, стопудов. Значит, тип А, это хозяйка. Ви. Вот, Виктория, да, все-таки ее зовут. Виктория Лонга, запомни свой пароль. 7, 8, 3, 2. 7, 8, 3, 2. Что у нас? Кубки. Ты почему нюхал всех кубки здесь? Что это? Изучить шприц? Виктория, она упарывается. Посмотрите, тип А, отпечаток нет. Как же нам сделать так, чтобы можно было соединить отпечатки, сопоставить все это и предположить, что это она? Может быть, этого недостаточно? Чтобы предположить, мы не можем голословно обвинять людей в чем-то. Как мы можем быть уверены, что это ее шприцы? Или ее кубки? Изучить кубок. На кубке же ничего не написано даже. Садимся за стул, надо изучить что-нибудь. Что, у нас тут немножко денег? Работа детективом очень прибыльная, я вам так скажу. Заходим сюда, в компьютер. Значит, V-Longo. И тут два пользователя. А-а-а. Два человека живет здесь. S-Rain и Виктория Лонга. Но почему мы до сих пор не можем пароль вот сюда внести? Профиль Виктория Лонга. Опа. Вот, смотрите, даже теперь есть ее лицо. И я не совсем так его представлял себе. Почему Виктория Лонга выглядит, как какой-то уголовник? Какой-то лысый мужик с щетиной. Ну, ладно. Раскройте потенциал и обретите настоящую силу. Судя по всему, она приобрела невообразимую силу, что стала похожа на мужика. Пообеды вместе. Кто говорит? Кто это предлагает? Шан Рен. S-R. Привет, солнышко. Сможешь как-нибудь улизнуть с работы, чтобы пообедать со мной? Скучаю по тебе, как молоко по соленым огурчикам. Люблю тебя, Виктория. Виктория. Печать. Отлично. Шан Рен. Мы теперь знаем. Скорее всего, отпечатки Шан Рен это Би. Отпечатки Виктории это А. Вот поставим их здесь рядом. Нам нужно соединить их. Да. У них связь. Потом, значит, отпечаток... Почему? Тут два, кстати говоря. Ладно. Отпечаток вот Шан Рен и вот Би это точно сто пудов. Вот такая у меня мысль. Нужна твоя помощь. Меня ограбили за границей. Это от кого письмо-то? От нашего Сри, конечно же. Это же письмо от него. Так мы и узнали про Викторию. Почему она должна была помочь ему с документами? На кого она работает? Кем она работает? А, он просто просил у нее денег и все. Больше ничего. Прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Все, меня здесь нет. У меня здесь нет. Кто ты? Кто ты? Ответь. Ответь мне лучше сначала. Ты не похож на Викторию. Обыскать. Уханный нож. Ни хрена себе. Это я конфискую. Итак, смотрим. Это Шан Рен. Забрать ключ. Что такое мистер С Рен? Это, видимо, телефон. Очень все полезно. Вот, видите, мы установили всю информацию. На всякий случай контрольный, чтобы не проснулась. Я еще не все узнал. Теперь давайте зайдем в его профиль. А, пароль-то я и не знаю. Сейчас, погодите, должны узнать. Дата рождения. 1-9-5-6. 1-9-5-6. Отлично. Пароль есть. Сейчас, погоди, не мешай. Не мешай. Ау. Шан, поспи. Я тебя умоляю. Так, Шан Рен. Новая информация появилась. Телефон есть. Достоверно пароль мы выяснили. Ура. Что по почте? Стильные цитаты. Позже. Они друг друга пишут письма. Через почту. Через вакуумную почту. Не забудь купить молока по дороге домой. Люблю тебя, Виктория. Здравствуй, Шан Рен. Прошу, помоги. Меня ограбили за границей. Что? Такое же письмо? Да что за прикол? Ладно, все. Шан, уверяю тебя, ты проснешься и меня уже здесь не будет. Так что не переживай. Неопознанные человеческие останки. Что? Что за череп человеческий? Ты что, прикалываешься, Шан? Нет, не включай тревогу. Придется мне выбить опять окно и уйти отсюда. Я разочарован в вас, люди. А-а-а! Я потерял сознание. Что? Где я? Вторник. Час ночи. Оплатить медицинские услуги, восстановиться. Попробовать сбежать из больницы. Но мы все знаем, что детектив не очень много зарабатывает. Поэтому я встаю. Так, а мне вообще хорошо или не очень? Как-то мутит. Что? Тревога сразу поднялась. А! Выведение из строя камеры. Сейчас, секунду. Что? Это так в больнице заботятся о пациентах? Что за город? Погряз. Преступности. В пороке. Они продолжают меня стрелять, пока я лежу. Я и так на койке. Я и так ранен. Почему ты продолжаешь меня стрелять? Смотрите, как вся кровать в крови уже. Ладно, я оплачу услуги, оплачу. Хорошая у них бизнес-модель. Меня продолжают обстреливать при этом при всем. Встать! Присесть! О, боже мой. Надо вывести из строя камеру. Воу! Воу-воу! Что происходит? Они с меня просто деньги сняли и убили. Проснулся от обстрела с головной болью. Доктор. Доктор, меня обстреляли. Знаете где? Здесь. Конечно же мы попробуем сбежать снова. Сначала мы чуточку поспим. Давайте поспим до 12. Оу! Это так происходит? То есть мы просто видим перемотку. Игра реально хочет, чтобы мы спали очень-очень долго. Это необычно. Я не могу это прервать. Вот как себя ощущает человек в коме. Смотрите, ну я нажал сбежать. И потом лег спать. В больнице все еще знают, что я сбежал. За окном уж снег пошел. Я все еще сплю. Опа! Я проснулся. Окей. Давайте встанем. Нас не видно. Нас не видно. Никто нас не видит. Ни одна камера чертова. Выходим. О, боже. Как много здесь камер. Гоу! О-о-о-о. Здрасте, сэр. О, какой доктор стреляет по пациенту? Вы что, охренели? А-а-а! Беги, беги. В господи, весь город погряз с преступности. Прячемся. О-о-о. Смотрите место преступления. Возьмите в мэрии бланк заключения по делу об убийстве. Да, точно. Нужно же заняться убийством. Переименуйте дело. Новое дело об убийстве. А мне нравится такое название. Теперь мне нужно найти мэрию. Ага, вот мэрия. Нашел, наконец-таки. Пойдемте. С нами все в порядке, ведь? Немножко жажды, немножко голода. У-у-у. Что ж, придется зайти где-нибудь перекусить. Чикин шек. Вот здесь перекусим. Здравствуйте, мэм. Э-э, я хочу что-нибудь купить. Жареный цыпленок давайте купим. А что, а, у меня нет денег? У меня нет денег. Все мои деньги куда-то стырились. Ой, еще и кровью истекаю. Вот, деньги есть. Отлично. А-а-а! Нет! Нет-нет! Они все, все жители сбежали со стволами. Какой кошмар! Ладно, зато я немножечко денег подзаработал. И, может быть, смогу купить тебе что-нибудь вкусненькое. О, да. Крок мсье. Скушать. Мне нужно немножечко денег, потому что мне не хватает. Отмычку нашел. Деньги забрал. Да, сэр. Это частная территория. Да, да, я понимаю, что это частная территория. Секундочку. Все, спасибо, я ушел. Извините, извините. Давайте попьем колу. Вкусненько. Так, у нас теперь только ссадины есть. И все, никаких больше проблем. Пойдемте в мэрию. Нам нужно еще расследовать. Преступление. Кажется, это мэрия. Взять бланк заключения. Получим бланк. Городской палач. Так, вторник, январь, третье число. Сити холл, цокольный этаж. Вестибюль. Вы можете назвать полное имя убийцы? Арестуйте убийцу. Вы можете доказать, что убийца был на месте преступления? Где живет убийца? Что? А где убийство-то произошло? Посмотреть место преступления. Уикфол хаус 902. Все, я понял. Погодите. Уикфол хаус. Это что, мой дом? Это в моем доме убийство произошло? Ну что ж, преступность. Я иду. Я захожу. Падлу идти на девятый этаж пешком. Давайте вызовем лифт. Ага, девятый этаж. Поехали. Я ехал и думал, хоть бы убийца оказался не я. Мы здесь. А вот и место преступления. Поговорим? Итак, добрый вечер. Ну-ка, отпечатки пальца свои предоставь. То есть это нужно для расследования? Конечно нужно. Ведь убийца всегда приходит на место преступления первым. Так меня учили в моем институте детективов. Есть немного мелочи. Он дал мне один... Класс. Вы знаете, кто это? Сио Джон Ри. Мы виделись где-то. Уикфол хаус, кажется. Вы не наблюдали ничего странного? Ничего. А как вас зовут? Я Пэри Салтер, а что? До свидания. Хорошо, я должен пройти. Что? Незаконное проникновение? Почему? Почему? Стоп. Это я же... Я же детектив. Ладно. Давайте взломаем этот щиток. Потому что эти камеры, они... Они меня достают. Надо все это отключить. Вот. Да, чтобы не мешали мне работать. Все, я пошел. О, как здесь мрачно. Как здесь жутко. Труп. Что это в руке? Снять отпечатки. Неизвестный гражданин. Отпечатки пальца в фото. Так, мне нужно, чтобы был свет. Обыскать. Изучив тело, я могу и предположить, что жертва была зверски зарублена холодным оружием. Убийство произошло в промежутке между 17.30 и 18.45, понедельник 2 января. Моя чуйка подсказывает мне, что между этим и с Ри есть какая-то связь. Я буду копать под него новая информация. Итак, походу, это Кая Лара. Что это такое? Грязная тарелка. Оу. Самое время провести следственный эксперимент. Я поместил тарелку в раковину, но она не отмылась, а просто разбилась в дребезги. Это очень странно. Обыскать мусорку. Ничего, что я стою на трупе, бля? Тут ничего нет в мусорке. Это что? Кишка тонка. Вакансия. Путь заслужит мое уважение. Кто-то с ее работы убил ее. А вот справочник телефонный. Посмотрим, есть ли какие-то намеки на Сео Джун Ри. Так я и думал. С. Ри. 204-я квартира. Живет на втором этаже. Угу. Между ними точно есть какая-то связь. Опа. Изучить. Ручной инструмент предназначен для того, чтобы придавать чему-нибудь форму. Забивать что-нибудь или ломать. Жизнь, например. Я же вижу кровь. Где мой сканер? Итак, изучить отпечаток. Тип С. Принадлежит Кае Ларе. Принадлежит убитой. Ооо. Какого фига. Стоп. Отпечаток тоже принадлежит Кае. Секунду. Почему эти книжки? Что? Что? Почему они выделяются? Я могу этот шкаф сдвинуть или как? Погодите. Некоторые книжки можно выдвигать. Откроется ли тайный проход или как? Ну-ка, выдвинем. Зло блуждает по пристани. Черт. Я надеялся, что откроется тайный проход. Ну же, ну же. Где же отпечаток неизвестный? Ооо. Тут еще целая огромная спальня. Смотрите, какой-то ключ нашел. Получим ключ от квартиры 902. И какая-то в инвентаре видеокассета. Что-то домашнее, архивное. Конечно же, надо посмотреть. Как мне поставить кассету? Я не знаю, как использовать кассету. Твою мать. Вот, новый отпечаток на самой записке. Конечно же, тип D. Опа, новая информация в спальне. Кая Лара, глава отдела кадров. Компания Commerce & Sons. Так, хорошо. Это я случайно разбил. Это не важно. Она не будет против. Что это такое? Изучить. Трудовой договор. Лично конфиденциально. Получает 167 тысяч кредитов. Ничего себе, работка у нее. Итак, у нас теперь, получается, есть ее почерк. И есть информация, что она глава отдела кадров. Что-то свербит у меня в одном месте. Все это очень нечисто. Так, нам нужно срочно сесть за компьютер. Ооо, как же, какой же пароль? Какой-то пароль где-то записан. Здравствуйте. Итак, 6208. 6208. Новая информация есть. Телефон, пароль. Все отлично. Мне это нравится. Посмотрим, кто-нибудь писал ей угрозы. Нужна твоя помощь. Опять. Мы видим, что Кая сидела на сайте знакомств. Но никто не писал ей письма с угрозами. Печально. Я возьму, пожалуй, один нож на всякий случай. Значит, жертва была убита зверски. Холодным оружием. Мы многое узнали. Стоп. Что? За что? Я же расследую преступление. Констебль, ты что? Мы же с тобой болтали. Ты мне денег дал. Походу, мне придется сражаться в ответ. Ты не позволишь убийце улизнуть. Понял? Я ей дам тебе. Он с ним заодно. Сто пудов. Изучить, Перри. Ага. Давайте прикрепим его рядом. Стоп, 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 стоп. Нам нужно убрать ножик из рук. О, господи. Кто это мог сделать? Камера следила за мной в этот момент или нет? Все, камеры мы отключили. Надо было это сначала сделать. Давайте снимем отпечатки. И обыщем. О, хорошо. У него есть ключик. Квартира Map Towers. И, ну, немножко Даню возьмем. Конечно, это недоразумение. Все, я так вам скажу. Самозарядный пистолет. Взять. Классно, у нас теперь есть пистолет. Можно ли как-то убрать Перри отсюда? Перри встает? Что случилось? Прочищает горло. Все в порядке, Перри. Я расследовал преступление, а ты что-то упал. Споткнулся, видимо. Или устал. Надо тебе пончик съесть. Ну, увидимся. Ты классный парень. А мы тем временем идем в квартиру 200. Почему здесь как-то цифры в обратную сторону? Причем везде так. Странно. 204, кстати говоря. Первое и очень важное. Это нужно орудие преступления. Заходим. Значит, берем ножик. Прекрасно. Теперь нож в ее крови. Спокойненько спускаемся на второй этаж. О, что-то надо камеру отключить. Все, камеры нам больше не страшны. Мы просто нормально поговорим с ним. Добрый день. Вы знаете, кто это? Не скажу. Вы знаете, кто это? Плюс 50 кредитов. Не суйся, не свое дело. Вы не наблюдали ничего странного? Ничего. Не суйтесь, не свое дело. Не могли бы вы представить свои отпечатки пальцев? Убирайтесь. А мелочи немного есть? Да, дал два кредита. Конечно, без проблем. Конечно, без проблем. Сразу такой добротушный стал. Ладно. Я не буду лезть не свое дело. Извини, извини, конечно. Пока. Пока. Да, пока. Проехали. Да, все. Ага. Все. Что такое? Да не, ничего, ничего. До свидания. Вот только если я слегка разозлился. Вот в чем дело. Я разозлился. Очень сильно. Чуть-чуть слегонца его ножиком прынем. Теперь мы возьмем этот ножик и бросим его здесь. И мы такие. Ага. Значит, орудие убийства здесь. Все в крови. Сеоджун тоже здесь. И отказывается сотрудничать по-нормальному. Для меня все очевидно. Пора закрыть это дело. Вы можете назвать полное имя убийцы? Сеоджун Ри. Вы можете доказать, что убийца был на месте преступления? Сеоджун Ри. Я выберу просто его. Вы нашли орудие убийства? Сеоджун Ри. Составить маршрут для сдачи. Сдаем. Дело отправлено на рассмотрение. Подождите. Мы не отгадали ничего. Дело не раскрыто. Чертов сри. Он скрыл все улики. Он обвел меня вокруг пальца. Открывай. Я должен с ним расправиться сам. Оп. Я застал его, пока он смывал улики. Берем пистолет. Стреляй. А, черт. Кажется, я не могу стрелять. Пью. Вот тебя. Я убью твоим же орудием убийства. Вот такая ирония. Подохни, чертов психопат. Убийцей оказался я. Дело раскрыто. Пошел ты. Боже мой. Эта игра меня так сильно порадовала. Я надеюсь, что вам было весело. Потому что пипец, как это смешно. Как это все нелепо. И при этом такая вариативность. Столько всего можно сделать. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Вступайте в мои соцсети. Не забудьте про мой бустер, чтобы поддержать канал. Всех, кто захочет. С вами был детектив Юджин. Обожаю вас всех. Целую, обнимаю. И не шалите и не совершайте преступления. Иначе я за вас сяду. С вами был Юджин. И всем пять. С вами был Юджин.